По ходу заканчивается моя карьера посудомойщицей во Франции. Наверное, это к лучшему, потому что у меня уже повоспалялись все суставы. Я не могу спать ночами от боли. Начала очень сильно отекать. Могу сказать, что мне очень жаль наших людей. Очень жаль всех, кому приходится работать здесь, в Европе, на таких тяжелых работах. Условия просто невыносимые. Мой начальник решил, что недостаточно того, что я за самую минимальную оплату мою посуду, сортирую посуду, мою полы, мою полы в раздевалке, убираю туалеты, чищу овощи. Этого мало. Теперь я должна успеть за свое недолгое рабочее время, один день перемыть все складские помещения, офисы, отдраиться щеткой, то, что не мыл никто никогда. За другой день перечистить, за один раз, причем в течение получаса, как он написал в графике, перечистить картошку, морковь, сельдерей и лук по ящичку такому немаленькому. На следующий день я должна перемыть все холодильники, их там 10 штук, вытащить все продукты и перемыть изнутри. Я разговаривала с другим поваром, пыталась объяснить, что я этого не потяну просто физически по состоянию своего здоровья. На что мне передали слова моего шеф-повара, что ему наплевать на твое здоровье и все такое. Это цитата дословно. Причем этого никто до меня не делал, я уже 5 месяцев выполняю обязанности, которые мне передали, которые делались до меня годами. Но вот новый шеф-повар, он решил, недостаточно я работаю, недостаточно, надо больше. Не надо больше времени рабочего, не надо доплачивать, надо просто еще больше работать. Господи, как же тяжело все-таки жить в чужой стране. Как тяжело чувствовать себя никем. Как тяжело выживать. Бедные наши люди. Мы реально сироты без нашей страны, без наших прав. Угробить свое здоровье. У кого оно слабое, последнее отдаешь. Когда тебе плохо, никто не обращает внимания, не реагирует. Никто не спросит, как ты, что с тобой, может нужна какая-то помощь. Полный игнор. Главное, чтобы ты работал. Единственный вопрос, какой могут тебе задать, а ты же завтра выйдешь на работу, ты же не надумаешь взять больничный. Я устала настолько, что когда я сижу, я недостаточно сижу. Когда я лежу, я недостаточно лежу. Каждое утро я не могу разогнуть руки, ноги. Это адская боль. Тазобедренные суставы, спина. Все от тяжести воспалилось невыносимо. Ну и заканчивается все, соответственно, ничем.